Куда-то ехать только вместе с внуком. Теперь без своего Эльбруса Галина Баскаева никуда не ногой, даже к родственникам во Владикавказ. Да, Эльбрус и не отпустит бабушку одну. После того случая в мае, когда она едва не погибла на его глазах, тогда он ее спас и теперь чувствует за нее вполне взрослую мужскую ответственность. Это было в Турции. Отчаянные бабушка и внук решили испытать себя в экстремальном туризме – рафтинге. В какой-то момент судно начало переворачиваться и несколько человек, в том числе Галина Баскаева, с подругой упали в воду. Первым на помощь бросился 11-летний Эльбрус. При этом чемпионом по плаванию Эльбрус никогда не был. Он и держится на воде не особенно уверенно. Галина Петровна говорит, раньше внук радовал ее победами в основном в шахматах и в борьбе. А еще тем, что, прекрасно зная приемы, руку на того, кто его слабее, никогда не поднимал. Напротив, всегда старался прийти на помощь. Есть такие мальчики, которые, ну не все прям, конечно, но некоторые есть, которые любовь выражают не только там всякими подарками, но и силой. Которые обижают их, просто обижают. И мне приходится просто защищать этих девочек от таких вот плохих, можно сказать, как мальчиков. А ученики 15-й школы, городу Солю-Сибирск, Андрей Брухаль и Михаил Горбунов помогли сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам вытащить из воды совершенно незнакомую им пожилую женщину. Чипое случилось в конце сентября на озере Молодежное. Тонущая женщина была одета в теплую одежду, которая намокла, оттяжелела и тянула ее на дно. Вытаскивали ее в семирон. Участковый Валерий Рехтин и ее переполномоченный день Мурбеляевский в тот день, 27 января, были на дежурстве в микрорайоне университетский. Искали свидетели преступления, которое было совершено накануне. В ходе отработки данного угона, угон производился по квартире на вход дома номер 49. Где-то на втором этаже был почувствован запах, что запах гари происходит. И тут послышался крик маленького ребенка. Девятилетний Андрей Мурашов находился дома один, когда начался пожар. Мальчик стал звать на помощь. Не дожидаясь приезда спасателей, полицейские достали у соседей инструменты, выломали балконную решетку и вытащили мальчика из задумленной квартиры. А для пожарного Виталия Тропичкина спасение людей из огня – это просто работа. Самое привычное дело, как и дежурство в новогоднюю ночь. Всех, кому он спас жизнь, он и не помнит, но бывают исключения. 15 ноября Виталий Тропичкин и его товарищи занимались эвакуацией людей. С помощью автолестниц сняли семь человек. Из подъезда с звеном газодомозащитной службы было выведено еще десять. Одна из женщин сообщила, что в запертой квартире, расположенной над местом пожара, находится ребенок-инвалид. Он не может ни двигаться, не позвать на помощь. Вот этого мальчика, которого они спускали на руках по автолестнице, Виталий запомнил. Все пожары в жилых домах сопровождаются задымлением, угрозой жизни людей, особенно расположенных сверху, над горящими квартирами, либо над подвалами. Это бывает зачастую на сутках у любого пожарного. Я это не считаю особым каким-то случаем. Это наша работа. Приходится работать. Кто-то должен так работать. Герои живут среди нас, а они живут в нас самих. Чтобы совершить героический поступок, не обязательно бросаться в огонь и в воду. Достаточно в трудную минуту протянуть руку помощи. Подумать сначала о других, а потом уж о себе. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова